Метеорологические условия, человеческий фактор или неисправность техники. В Казлардинской области продолжают выяснять причины крушения вертолета Ми-8. Специальная комиссия пока не разглашает детали дела. Ясности не внес и сегодняшний брифинг представителей Минобороны. О трагедии спустя пять дней в материале Тимура Казагулова. Причина крушения вертолета Ми-8 до сих пор неизвестна. Комиссия по расследованию трагедии отрабатывает несколько версий. Правда, внятного ответа не могут дать и представители военно-воздушных сил, которые, несмотря на заявленную пресс-конференцию, ясности в дело о трагедии внесли мало. Черные ящики найдены. Черный ящик находится у государственной комиссии, куда к нам доступ запрещен. Информацию владеют только представители главной военной прокуратуры, военно-следственного управления и главного управления по надзору за безопасностью полета. Все вопросы пока не снимаем. Это отказ техники, человеческий фактор и метеорологические условия. Потерпевший крушение вертолет Ми-8 был выпущен в 1988 году. На момент катастрофы находился в эксплуатации 31 год. Последний раз капитальный ремонт воздушного судна прошло в 2014 году на 405-м авиаремонтном заводе в городе Алматы. В своем ресурсе вертолет имел 2000 часов налета или 8 лет. Из них по состоянию на 27 марта он налетал 773 часа. Эксперты считают, что экипаж уводил машину от населенных пунктов, до конца стараясь удержать вертолет в воздухе. Вероятность того, что техника упала из-за человеческого фактора низка. Качеству подготовки пилота майора Романа Костыгова нареканий не было. Перед ним летели два молодых капитана. Затем летел майор Костыгов. Группу замыкал подполковник Сагиев, два опытных летчика со вторым классом. Я сомневаюсь, что летчик второго класса, допущенный инструктор, заместитель командира авиационной эскадреры полетной подготовки, хуже летает, чем два молодых капитана. Два капитана прошли, сели спокойно. Тела четырех погибших сейчас находятся в столице страны. Мы их привезли для того, чтобы провести генную экспертизу. Генная экспертиза на время моего убытия сюда на пресс-конференцию уже завершалась. У меня два самолета стоят на аэродроме, готовые к отправке в Учарал. Мы должны два груза 200 доставить и два в Талдукурган. Еще девятерых членов экипажа похоронили в их родных городах. В регионах, между тем, прошли траурные митинги. В Министерстве обороны заявили, помощь семьям погибших не будет разовой. Ведомство поможет им с жильем и решит вопросы об учении и трудоустройства детей. Тимур Казаголов, Азамат Саметов, Даурен Журхабаев. Итоги дня.